Повторяйте, пожалуйста. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя, Иисус. Мы молимся, помажь сейчас слово вступление, Господи, и приготовь нас к основному блюду, Иисус Христос. Слава Тебе, во имя Твое. Мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, сегодня мы попробуем разобрать три сна из Библии. И первый сон, это сон, кстати, мы видим, что определенным образом эти сны все были во время штормов. И первый сон, это Евангелие от Луки, 8 глава, 23 стих. Когда ученики и Иисус Христос попали в шторм. И вы помните, что Иисус Христос спал. И тогда ученики все обеспокоились и начали будить Иисуса Христа. Но когда он начал их, когда они начали его будить, он тогда что им сказал? Да, но после они начали изумляться, да. Для чего все это было сделано? Мне кажется, для того, чтобы они увидели, что это сам Господь Иисус Христос. Потому что позже мы видим, как они сказали, кто это, кому повинуются штормы и ветры. Они видели, что это не просто человек, а сам Господь Иисус Христос. Потому что Он творец всей земли. И Он стоит над всеми ветрами и над всеми штормами. Второй сон, это Деяние 12 глава 6 стих, когда спал Петр. Если вы помните, это было в то время, когда Ирод сначала схватил Иакова, брата Иоанна. И затем он казнил его. И затем, увидев, что это понравилось иудеям, он также схватил и Петра. А схватил Петра и уже планировал вынести его. Но мы видим, и поставил также целых 16 воинов. Там написано 4 четверицы. Это 4х4 это 16. И затем, что произошло, в эту ночь еще двое воинов стояли по одну и другую сторону. Но в эту ночь он тоже спал. И последний сон, прежде чем мы вернемся ко второму сну. Последний сон, я размышлял над сном Ионы. Кстати, он тоже был во время шторма, если вы помните. Итак, у нас есть три шторма. Первый шторм это шторм Господа Иисуса Христа. Второй, первый сон, извините. Второй сон, это сон Петра. Если мы посмотрим на обстановку, то мы видим, что это определенным образом шторм. Мы можем сказать, напряженная обстановка, потому что его уже Ирод хотел вынести для казни. Но мы видим, что во время этого шторма Петр спит. Мы можем спросить, а причина, в чем кроется причина, что он спит? Если мы вспомним, то при шторме Господа Иисуса Христа, вы помните, что там происходило? При казни Господа Иисуса Христа, вы помните, что происходило? То есть, он испугался, он обеспокоился, и в конце концов, он три раза отказался. Но здесь он ни о чем уже не беспокоится. Он спит, мы можем сказать. Не можем сказать, а там так и написано. И причина тому, что он спит, эта причина кроется в том, что на постоянной основе он принимал эту удивительную пищу и Слово Божье от Господа Иисуса Христа. Представьте такую картину. Стоит коробка на ветру. Если будет сильный шторм, то ее снесет просто. Это пустая коробка. Если же ее заполнить кирпичами, изнутри, то если произойдет сильный шторм, снесет ли коробку? Не снесет коробку. Коробка останется на место, потому что внутри ее находятся эти кирпичи. Так и Петр, начиная в постоянности, с самого хождения с Господом Иисусом Христом, он постоянно принимал Слово. Мы можем сказать, он был тяжелым Словом Божьим. Он был тучным Словом Божьим, что его при всяком теперь очередном шторме его невозможно было поколебать. Не то, что невозможно было поколебать, а он даже и заснул уже. Он успокоился и, наверное, готовился ко встрече с Господом Иисусом Христом. Мы не знаем, здесь не написано, какие у него мысли были. Но мы видим, что этот удивительный сон и основанием этого сна, это было Слово на каждый день. К тому же Слово, оно является ответом сверхъестественным образом на каждую ситуацию. На каждую ситуацию. Итак, из-за того, что он был весомым Словом, тяжелым Словом, тучным Словом, он спал. Если мы покушаем хорошо, то нас сразу ко сну тянет. Следующий сон, это, мы сказали с вами, Иоанна 1 глава, 5 стих. Это уже другой сон. Мы можем сказать, если сон Петра, сон Господа Иисуса Христа, это сон в Духе Святом, то здесь сон мы видим воплоти. Почему? Если вы помните эту историю, то Бог сказал Ионе, иди и проповедуй мне нею. Все закончилось тем, что он попал на корабль, и затем, когда начался шторм, что он сделал? Там сказано, что он спустился вниз, и представьте, он крепко заснул. Это как же надо крепко заснуть при шторме, когда все вот так качается. Я представил себе такую картину, что это все равно, что сесть на диван, лечь на диван, и закрыться всеми подушками и одеялами. Закрыться всеми подушками и одеялами. Вы, наверное, когда-нибудь раньше, когда вы были детьми, или, может, сейчас говорите детям или внукам, родственникам вашим, младшим имеется в виду, например, вынеси мусор, пожалуйста, и вам отвечают, сейчас, 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 сейчас. Потом вы говорите еще раз, вынеси, пожалуйста, мусор, ну сейчас, 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 сейчас. И здесь то же самое, мы можем сказать, Господь говорит, Господь говорил Ионе, иди туда, в Ниневию. И то же самое на основе этой картине и этого отрывка из Писания Иона, 1 глава, 5 стих. Господь, когда нам говорит что-то, и мы, может быть, ложимся на диван, закрываемся подушками и говорим, сейчас, 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 можем представить детей, детей, которые сидят за компьютером и, может быть, также черпают уже другой мусор, да, мы можем сказать, духовный мусор, от этого мусора может нас тоже изнутри уже штормить, да, когда Господь нам говорит, вынеси, вынеси мусор. Но Господь нам предоставляет, как мы сказали, уже другой сон, да, это сон, мы можем сказать, Петра, сон Господа Иисуса Христа, когда мы питаемся Словом Божиим, и когда, в любом шторме, это может быть шторм и осуждения, и шторм атак дьявольских, козни дьявольских, мы что делаем, принимаем это Слово Божье, мы засыпаем, мы, может быть, не знаем, что будет дальше, да, что несет, что Господь приготовит нам завтра, мы можем сказать, или через некоторое время, и мы можем быть обеспокоенными различными штормами в нашей жизни, потому что мы не являемся Господом Богом и не можем знать в точности, что будет завтра. Но мы, как Петр, можем принимать Слово на постоянной основе, быть тяжелыми Словом Божьим, тучными Словом Божьим, надеяться на Господа через Слово Божьим, и Господь приносит нам удивительный плод. Это сон и покой в Господе Иисусе Христе. Аминь. Аминь.